Здравствуйте, уважаемые зрители! В Ульяновске в седьмой раз проходит театральный фестиваль «Золотая маска». Программу открыл спектакль «Обещание на рассвете» Московского театра имени Пушкина. Главные роли исполнили Александра Урсуляк и Андрей Заводёк. Сегодня Александра Сергеевна Урсуляк – гость нашей программы. Здравствуйте, Александра Сергеевна! Здравствуйте! Вы гость нашего города и приехали вместе с театром имени Пушкина Московским театром и привезли нам спектакль «Обещание на рассвете» по роману Ромена Гори. Роман очень такой по содержанию непростой, поднимается проблема отцов и детей. И вы исполняете эту главную роль свою, матери, вместе со своим партнёром Андреем Зодюком. Да. Такой непростой спектакль, и вы играете уже его не первый год. Как первое время, как он воплощался вами, и теперь? Это спектакль, как мне кажется, достаточно крепко сделан, и поэтому он достаточно действительно давно уже живёт, и много гастролирует, и любит любимым зрителям. Конечно же, мы живые, мы существуем всегда с нуля и заново. Но тем не менее, мне кажется, что он держится за счёт того, что всё-таки есть некая выстроенность его. Ну, спектакль взрослеет, а у вас меняется тоже жизненная ситуация. У вас появился третий ребёнок за это время. То есть вы всё-таки, я думаю, воплощаете вот эту роль матери, да, вы как бы перевоплощаете в спектакль. Такое происходит? Ну, мне кажется, это как-то само собой, естественно, да, поскольку я действительно мама, и мои материнские чувства, они, конечно, здесь отражаются и откликаются во мне, когда мы играем, и когда мы репетировали этот спектакль. Для меня немаловажно в этом спектакле, что я не только мама, но я и сама дочь. Да, ведь мы все чьи-то дети, у нас у каждого есть родители, так или иначе, с которыми так или иначе была выстроена какая-то система отношений, которая, конечно же, напрямую влияет на нашу жизнь. Поэтому, да, конечно, это очень такая история человеческая. Вот какие у вас были отношения? Ну, понимаете, с чем сравнивать? То есть, наверное, если сравнить с какими-то действительно непростыми историями в жизни, я бы так, конечно, не стала особенно хвастаться с непростыми отношениями с моими родителями. Мне кажется, у меня в меру нормальные отношения с моими родителями. Без творческой семьи. Не без каких-то там проблем, претензий и остального. Но, тем не менее, у меня очень хорошие родители. У меня очень хорошие родители родителей. Да, это мои бабушки и дедушки, которые очень много мной занимались. И я, в общем, в такой, я бы сказала, переполненной семье росла. Вот, поэтому я, как человек, естественно, который сосуществует с людьми более старшими, которые несут за тебя ответственность, сталкивалась с разными, конечно, приключениями в этом смысле. Но, слава богу, что дети имеют такую способность вырастать, и в какой-то момент эти приключения закончились. Почему же родители не хотели, чтобы вы стали актрисой? Папа действительно не хотел. Не хотел он, да? Нет. А зачем это хотеть-то? Почему? Каждый родитель хочет для своего ребенка чего-то лучшего. Ну, а быть актрисой? Ну, например, мой папа был актером 10 лет, а потом еле ноги унес и, в общем, бежал из этой профессии в режиссуру. Ну, как бы, понимаете, дело в том, что есть какое-то такое отношение к профессии актера, что это вот кастроль, святые и, значит, поклонники с утра до вечера, и больше ничего. А ведь, как бы, эта профессия имеет и обратную сторону, и эта сторона может быть и не такой, как бы, радостной, или не у всех, или это профессия, в которой, как бы, тот и нужен, тот и не нужен. И как человек ответственный и любящий, да, мой папа, естественно, был обеспокоен, как и все родители обеспокоены этим. А вы счастливы, что стали актрисой? Я думаю, что все пока складывается достаточно удачно. Но, опять же, с возрастом ты, конечно же, понимаешь, что... Ну, что жизнь, она не такая, в общем, плоская, да, и она глубже и многообразнее, и когда ты пытаешься отвечать за своих близких, и пытаешься выстраивать завтрашний день, а ты не можешь этого сделать. Благодаря нашей профессии ты не можешь себе выстроить завтрашний день. Это неприятность, которая пытается... Ну, как бы, ты задумываешься о том, как же быть и что же делать дальше. Поэтому, в общем, я понимаю и моего папу, который волновался, и мою маму, которая не волновалась, зато она сейчас больше волнуется. Ну, поэтому родители, они, на то и родители, они все время что-нибудь волнуются по разным поводам. У вас две уже, можно сказать, взрослые дочери, да? Ну, очень, да. И сын маленький подрастает. Вы пожелали бы, чтобы они стали актерами, актрисами? Я пожелала бы, чтобы они просто делали то, что им нравится, и чтобы это приносило им удовольствие. Я думаю, что времена несколько меняются, и контекст вообще всего меняется, и что такая профессия, это тоже будет иметь сейчас абсолютно иной цвет и характер. Поэтому я думаю, что важно именно быть заинтересованным, получать удовольствие от того, что ты делаешь, потому что насколько ты сможешь это монетизировать, это уже вопрос ума, твоей предприимчивости, активности, коммуникабельности и так далее, и так далее, и так далее, потому что сейчас неожиданным образом вдруг монетизируются совершенно вещи, как бы раньше никак на рынке никого не интересующие, там, лет 20 или 30 назад. Вдруг мы с удивлением обнаруживаем, что люди как бы из ничего делают какие-то огромные, там, не знаю, что такое сеть в Facebook, там, или, да, там... Это человек, который просто ее придумал, ну, он очень богатый человек, да, он... Из чего? Из воздуха, да, если рассказать нашим родителям, сказать, там, я буду делать социальную сеть, чего? Кого ты будешь там делать? Поэтому будут какие-то новые пространства для действий, и мне кажется, что нельзя это предугадать, и уж тем более вот эту... сделать ставку заранее за ребенка. Это, мне кажется, можно... Можно что-то попортить в судьбе. Я не решусь этого сделать. То есть вы, вот, ваша героиня, обещание на рассвете, она буквально запрограммировала, да, жизнь сына. Да. Вы так не поступаете. Мне кажется, это очень травматично. Да. Это не сделает ребенка счастливым. Вы в Ульяновске не первый раз? Да. Напомните, когда вы вновь... Я не помню, я была три года назад. Ну, 17-18. Мы привозили добрый человек из Силана, да. Ага. И вы исполняли роль... Роль шинте. Ваша роль, она была золотомасочной, да? Да. Вот насколько приятно ощущать или неприятно ощущать золотомасочную роль? Да, это очень приятно. Это очень приятно и в то же время неприятно. Почему? Потому что, когда ты выходишь на сцену, и на тебе висит этот кирпич ответственности. А поскольку я всегда волнуюсь перед выходом на сцену, то тут ты волнуешься еще больше. Потому что, как бы, ты должен как-то оправдать сие звание. Вот. Ну, это, как бы, вот, тоже дело сопутствующей неприятности нашей профессии. То есть ты все время за что-нибудь нервничаешь. Это нервная работа. Александра Сергеевна, ну, у вас многие зрители знают, как актрису кино, сериалов, да? Сейчас что вы готовите, что готовы показать? Может, уже что-то вышло, а мы еще до нас не дошло. Может, расскажете об этом? Да, я расскажу сейчас тоже вот из каких-то вот таких примет нового времени. Мне кажется, что все самое интересное, все самое прогрессивное и лучшее перекочевывает потихонечку, слава богу, на интернет-платформы. И, собственно, как раз именно там происходит творчество самых лучших, мне кажется, сейчас режиссеров, сценаристов, операторов, актеров и так далее, и так далее, и так далее. Этих платформ сейчас достаточно много, и они активно пытаются выйти на рынок, что, в общем, у них получается. И вот сейчас для платформы «Кион» осенью выйдет сериал «Осень серий» Натальи Мещаниновой, который будет называться «Пингвины моей мамы». Я очень дорожу этой работой. Мне кажется, это какая-то очень пронзительная тоже история, написана самой Наташей и снятой ею. Прекрасные актеры, прекрасная история. Она такая немножко, ну, скажем, не для детей, скажем так. Но она такая пронзительная, честная. И мне была очень важна эта работа. Я с нетерпением жду этой премьеры. И сейчас я снимаюсь тоже в таком достаточно дерзком сериале, тоже для платформы «Кион». Называется «Амор Эмо». Режиссер Яна Гладких, драматург-сценарист Юлия Тупикина. Тоже такая история о сложных отношениях уже, в общем, достаточно взрослых людей, которые уже давно существуют в браке или еще что-то где-то, и где понимают, что в отношениях что-то нужно менять. Мне очень нравится там сниматься, и я тоже с нетерпением жду этой работы. Но мы сейчас как раз в середине съемок, поэтому она еще идет. Спасибо огромное. Желаю вам успехов творческих. Благополучия, здоровья. Спасибо. Продолжение следует.